В октябре прошлого года пенсионеры из Алушты Владимира Болотина без документов и денег. Чёрные риэлторы бросили замерзать на мусорной свалке в бухте Казачья. Старик не мог вспомнить, как оказался здесь, в Севастополе. У вас ни документов, ни денег, да? По словам пенсионера, месяц тому назад бывшая жена выгнала его из дома в Алуште, и он поехал в Джанкой, в дом, оставшийся ему от родителей. Говорит, по пути встретил человека, работающего на рынке недвижимости. Больше ничего не помнит. Свидетелем того, как старика привезли к мусорным бакам в Казачьей бухте на машине марки «Хендай», был местный бомж по прозвищу Хохол. Они привезли его сюда, попросили нас, мы сидели вот там внизу. Как бы, как сказать, что вы можете за ним присмотреть, мы будем вам подвозить через день ему питание туда-сюда, просто за ним присмотреть. Ну, никакого этого чего, то, что обещали, не было. Они больше не появлялись, да? Нет. Старику не дали погибнуть только неравнодушные жители Казачьей бухты, обеспечив тёплой одеждой и едой. Они же и обратились на независимое телевидение Севастополя с просьбой помочь пенсионеру вернуться домой. Люди все откликнулись, весь Севастополь стал ему помогать. Его вчера целый день кормили, до 12 ночи ему привозили одежду. Ну и сегодня всё уже разрешилось. О проблеме мы сообщили уполномоченному по правам человека в Севастополе Павлу Юрьевичу Буцаю. Он предложил пройти старику медицинское обследование. Сейчас Владимир Болотин находится в терапевтическом отделении 1-й городской больницы. К нам он попал 14 октября 2016 года. Был доставлен уполномоченным по правам человека в приёмное отделение. С его слов был найден на улице, где он жил в течение двух недель. Доставлен без документов. В связи с его слов Владимира Васильевича документы у него украли и деньги, которые были при нём, также были украдены. Здесь же он и узнал, что после нашего репортажа его разыскивает дочь Кира от первого гражданского брака, который он не видел без малого полвека. Они простились, когда ей было всего 5 лет. Машенькая была, циклородинка была на щеке, по родинке я узнал, что она есть. В ближайшее время дочь доберёт отца к себе домой в Калининградскую область. Там, в посёлке Ясная Поляна, Владимира Болотина ждут внуки и правнуки. Я смотрю, даже настроение у вас, даже цвет лица румяный стал. Это был бледный совсем такой сидели, да? Ну вот видите, там и правнуки уже у вас. По словам лечащего врача, Владимир Болотин идёт на поправку и скоро будет выписан. По мнению севастопольского омбудсмена, если бы пенсионера не поместили в стационар, он бы замёрз на улице. Я очень благодарен руководителю Департамента здравоохранения Севастополя Емельяненко Ольге Анатольевне за то, что она откликнулась на мою просьбу и в больнице, во-первых, вылечили Владимира Васильевича. А кроме того, и он очередной раз не оказался на улице. Он, к счастью, не стал той тяжёлой статистикой погибших во время заморозка. Вы видели, какие у нас были в последнее время морозы. Вряд ли бы он их пережил. Дочь Владимира Болотина собирает средства на билеты и просит руководства Севастополя оказать помощь в восстановлении паспорта своего отца. Заберу, заберу его. Дело в том, что у меня супруг врач. Ну сколько врач получается? Совсем немножко, да? Вот мы сейчас подсобираем денежек. И, конечно же, я поеду, заберу его. Но я хотела бы, конечно, помощи в плане каком? Чтобы помогли мне сделать ему документы. Вот хотя бы тот же паспорт. Совсем скоро Владимир Болотин снова увидит свою дочь. Вместе с ней спустя полвека одинокий старик обрёл большую семью. Маргарита Пронина, Павел Красиков, Севинформбюро.